МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Городские депутаты на сессии приняли революционное решение запретить такой вид рекламы, как растяжки. Внешний вид города дороже. Эстетическая сторона вопроса вообще все чаще на повестке дня уже разрабатывают и документ, который регламентирует, что и как должно выглядеть в Новосибирске. Об этом поговорим далее. Что сегодня происходит в сфере дизайна городской среды? Одно из самых важных событий, которое недавно произошло в городе Новосибирске, это у нас 27 сентября были приняты новые правила благоустройства. Важные требования сейчас в правилах благоустройства запрещено оклеивать поверхности стекол декоративными пленками. Это бич для города Новосибирска, но на данный момент опять же будет запрет на фрагментарную окраску первых этажей. В новых правилах благоустройства мы хотя бы дали такие первые требования. Если, скажем так, предприниматели хотят переустраивать первый этаж, где у них находится магазин, они должны, по крайней мере, договориться со своими соседями и попытаться сделать некое комплексное решение. Другая проблема – это то, что у нас сейчас невозможно практически оценивать никакие из ландшафтов города Новосибирска без паутины проводов. Тут выход один – уходить только под землю, кабельную канализацию. Тем более, что кабельная канализация в городе Новосибирске есть уже. Можно использовать существующие резервы. Договорились о том, что, по крайней мере, посчитаем необходимые затраты для того, чтобы сделать это по участку Красного проспекта и по улице Ленин. Какой документ регламентируют все вот эти моменты – фасады, вывески, внешний облик? В принципе, это называется дизайн-код города. Кроме рекламы, огромное количество требований. И те же требования по фасадам, и требования к рекламным конструкциям. И в каких-то городах он занимает 2-3 страницы, в каких-то 4 тома. То, что сейчас мы разрабатываем, касается пока рекламно-информационного оформления фасадов. Документ занимает он вместе с иллюстрациями порядка 70 страниц. Мы его будем принимать в ближайшие месяцы. Прописан точный размер конструкций допустимых. Будем отказываться от баннерных конструкций, по крайней мере, на главных, центральных улицах города. Будем переходить на более, скажем так, более качественные, более дорогостоящие конструкции. Должны быть определенные стандарты для нестационарных объектов. Сейчас, в принципе, предприниматель устанавливает ту конструкцию, которая нравится ему. Самый эффективный подход, который сейчас к этому применяет Москва. Но он довольно революционный. Город за свой счет производит эти объекты по тем проектам, которые сам для себя утвердил. Монтирует в нужных местах. И уже распоряжается только правом аренды, грубо говоря. То есть предприниматель заезжает в готовый объект. Не имеет права менять его специализацию. Не имеет права менять его внешний вид. Но только вот таким вот радикальным путем, в принципе, можно быстро привести город в какое-то определенное соответствие с высокими стандартами. Спасибо за полезную информацию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова